Мы знали, что команда Ельца боевая, неуступчивая, есть свои лидеры. Но после вчерашней игры, наверное, не докричался, я сердце-сердец. Как стал, начал хирургические отношения. Включать как-то пару тречи. Ну, крыльёный Елец, молодцы пацаны сражались, бились. И обстояли, обстояли свое, что добытая победа очень хорошая в бойцовском таком стиле. А после команды могу сказать, что все весь молодёжный хоккей на этом настроили, что есть желание, есть работа, побеждаем. Чуть-чуть ослабился, нет, потому что мастеров как таковых в нашей лиге нет. Только работа, работа, ещё раз работа. Чуть-чуть перестал работать, перестал сражаться, поражение. Ну как же, а лига для того и создано, чтобы готовить мастеров для ВХЛ и так далее? Готовим, мы готовим, всё правильно. Но молодёжно, это молодёжный хоккей. И если взрослые наступают на грабли, иногда, и то за счёт мастерства они могут что-то... Здесь мастерства как такового, я считаю, что у нас существует. Есть только работа, борьба, сражение. Чуть-чуть где-то не добежал, чуть-чуть не доработал. В итоге проиграл фигуру. Сергей Валерьевич, кого бы из состава Хакагелеса вы взяли в свою команду? Есть такие люди? Конечно, есть. А фамилии можно назвать? Ну что, ну лидер Агеев является, Агеев лидер, трофея является. Потом 39-й это Федоров Лекарев. Мальчишка молодой, как Фролов. Мальчишка молодой, ноузащитник, который молодец. Мне очень нравится, он в основе играет. И я в прошлом у себя смотрел, этого парня, ему очень понравилось. Он как-то у нас ещё когда играли, он так показал опытному. Спокойно разобрался ситуацией раз, второй просто непогадан. Не по годам, не по годам, знаешь, такое хорошее. Всё, не провалится, умник, грамотный, местный воспитанник. Ну, это хорошо, потому что такие воспитанники рождают. Будете переманивать? Да нет, зачем. Сейчас дело в том, что уже нет такого, что схватай, бежи, вот у нас лучше этого нет. Он заключил контракт, и всё, и теперь до 28 лет никуда не денется. Только согласование клуба. А зачем? Мальчишка дома живёт, всё, ну что, работает, тем более. Лидер видит, у него есть команда ВХЛ, куда стремится есть. На него обратили внимание, я вчера с ним разговаривал, что да, мы обсудили всё. Ну, конечно, Агеев. Андрей Алексеевич обратил внимание, да? Да, и, конечно, Агеев, Агеев, этому чуть-чуть катания. Я думаю, он сейчас уже может играть в ВХЛ. Чуть-чуть катания не хватает, а так злой парень держит, не отбрасывается. Идёт нападающий в обыгрыш, таранит, всё как надо. Он с катанием чуть-чуть подработает. Я думаю, ВХЛ будет играть и не последняя роль. Сергей Валерьевич, вы вошли в штаб сборной западной конференции на вот кубок поколений, да? Кто-то из этих двух команд, Россоши или Россоши, естественно, наверняка кто-то? Ну, дело в том, что дело нет. Тут дело в том, что с каждой командой должен быть человек, а с Ельца обязательно будет. Как минимум один, да? Ну, так, я так постановил просто. Да, мы должны собрать, мы играем, там договорились. Агеев перед травой будет, значит? Или что, подумаете? Понимаете, кого будет меньше, кого больше, там, кто-то предложит. А когда окончательные вот это всё решение? Ну, это, я думаю, перед Новым годом будет там совет собираться. Кстати, этим занимается ваш земляк Штепа, который руководит всем этим. И вот с ним будут переговоры, там, ведем переговоры, встретимся, не по ничего. Капрану ввели, ну, сейчас Капрану ввели по своей. Потому что много работы, много работы, но у нас как будто её нет. Ясно. Михаил Юрьевич, может, вы прокомментируете, с победой у вас хорошей, с красивой. Спасибо. За счёт чего удалось добиться её? По вчерашнему лету, хочу сказать, что проиграли по всем статьям. Даже по тому же самому настрою, по работе, по отдаче. Сегодня совсем по-другому всё было. Настроились, вышли уже. Показали совсем другой хоккей, конечно. Доволен. Сегодня как-то доволен. Я, ребята, молодцы. Отработали сегодня, отпахали. Ну, правильно, как коллега сказал, что здесь только через работу всё можно добиваться результата положения. По-другому никак. Настрой и работа хорошая. Михаил Юрьевич, какие волшебные слова вы сказали-то в вчерашнем матче, что так всё перестроилось за одну ночь буквально. То есть они при мне останутся. Это волшебные слова. Ясно. А вообще, ребята, ну так не обидно. Скажем, хоккалипс сейчас непростая ситуация с травмированной. Ребята подождали в Киренбург. Никого, тем не менее, из ХК ЛС не выдернули на выезд. Как бы молодым, ну, не доверяют. Ни Симонженко, ни Агееву. Хотя давно пора. Пора не пора. Это, во-первых, прерогатива тренера хоккалипс. Но они должны доказываться своей игрой. Не одной, а на протяжении всего сезона. То есть одну игру хорошо сыграть, да. Но они должны доказываться, это каждая игру. О чём я всё время говорю. Вы должны. Тем более такая возможность, конечно же, зацепиться в составе в основной команде. Показывай, выходи, поши, показывай. Тем более постоянно, ну, как бы, диалог у нас идёт с тренерами первой команды. Они интересуются, как ребят, как что. То есть они в курсе всего. Приходят на игру, они сами тоже видели. Я там подсказываю, как, конечно, советую кого-то. Но, опять же, всё должны они доказывать своей игрой. На Ваш взгляд, кто сейчас? Сколько человек претендует на это право? Ну, опять же, как вы говорите, сегодня молодцы. Ну, отыграли там Виндийс, тот же Агеев, там Фрол. Ну, вот, и можно как бы, да, пригласить. Но, опять же, это должно быть стабильно всё быть у них. Я понимаю, что, да, молодёжь, им сейчас тяжело ещё, как бы, на одном уровне пройти весь сезон, где-то спад обязательно. Ну, по крайней мере, по желанию, по самоотдаче, по работе. Вот они должны поднять планку, на этой планке хотя бы держать себя. Не ниже, а лучше, выше, конечно, добавлять каждым сезоном. Тогда будет, я думаю, что спокойно они могут и зацепиться, и вышли. Ну, со вторым вратарем, вернее, с первым, по началу сезона, с Дубакином сейчас какая ситуация? Ну, он так чуть-чуть после травмы только вкатывается, восстанавливается, да. Поэтому, как бы, пока не форсируем события, пусть человек спокойно вылечится до конца. Сергей Владимирович, вам можно такой вопросик, вот тот же самый, как и Николаю Юрьевичу, по поводу тех ребят, которые могли бы уже сейчас претендовать на место в Муране, где-то там, четвёртых, пятых, пятых. Ну, сейчас у нас вот выезжают два человека, Князев и Алёша, на засборную студенческую, и у нас вот трёх человек приглашают в команду, всё, и они работают. И кто это? Ну, это Иванов, Шевчук и Белозёров. То есть они уже, Белозёров уже работал, у нас это капитан команды травмировал, а то бы он тоже обязательно был, капитан команды центральной, первой пятёрки. Он травмировал перелом руки у него. И это сейчас, да, Киншин. И сейчас вот эти трое будут, он сейчас буквально... Ну, это университет февраль. Ну, да, он уезжает, и с января вот они начинают всё готовиться, всё это. Они уедут. И вот этих троих, троих, они уже сказали, что двух нападающих, ну, и Шевчук, он признан как лучший игрок БХЛ этого месяца, что ли, или как? Он на сайте всё выложили. В принципе, парень нормальный, хороший, подходит, с хорошим броском, бойцовские качества очень... Я думаю, что они, если ничего не случится, они должны влиться в коллектив.